И всем доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики, с вами Колян Тепловозыч, это очередной обзор дополнений для Trend Simulator 2012, и сегодня у меня на экспериментальном кольце тепловоз Step 70BS, ой, приблизил слишком сильно, 297-й, вот, дополнение вышло, ну, не помню сколько, но месяц, наверное, назад, где-то примерно так, то есть дополнение новое, по-моему, в этом году вышло. Во всяком случае, вот, потому что совсем недавно мне писали о нем, и, наконец-то, вот, я его скачал и снял, ну, и, собственно, начнем с внешнего вида, к нему у меня никаких претензий, наоборот, очень здорово все сделано, опять же, вот, никаких багов, никаких проблем, вот, все так мелко, детально сделано, вот, даже вот эти вот поручни, вот эти вот всякая мелочь, вот тут, вон, краска местами, вот, в пупырышках, то есть, действительно так здорово, то есть, прям можно его вблизи даже разглядывать, вот, со сцепкой хорошо поработали, ну, вот здесь, правда, не очень объемная крыша у него, ну, вот, в плане вот этих решеточек, но это уже совсем какие-то мелочи, я впервые так детально, наверное, рассматриваю локомотив, так что внешний вид, конечно же, хорош, ну, да, ну, в общем-то, хороший внешний вид, да, вот, и, собственно, что, давайте заглянем в свойства сейчас, да, вот у нас пуск двигателя, управление буферными фонарями, вот, но ехать я на нем сейчас не буду, потом перейдем в кабинный режим, вот, потому что мне уже успели написать про кабину, поэтому я уже знаю, что запускать его надо не в упрощенке, а в кабине, так, ну и, собственно, тогда сейчас сразу же в кабинный режим я переключусь, переключусь, тогда сразу же перейдем уже к запуску тепловоза и потом будем смотреть все остальное, так, стандартный порядок немножечко мой нарушим. Итак, сейчас у меня кабинка прогрузится, вот, отлично, ну, что я могу сказать, кабина, я думаю, родная, мне в ТЭП-70БС не доводилось побывать, но мне кажется, что так вот по форме окон и так далее, все-таки вроде бы как его кабина, и здесь как-то смешались ЭП-1М и электричка ЭД-4М, вот, так вот чисто по внешнему виду, если судить, потому что, ну, действительно похуже. Так, ну и что, давайте перейдем непосредственно к запуску, значит, вот тут есть у нас разные виды, и, значит, первым делом мы открываем кран, так, далее, значит, что тут еще, так, ага, значит, вот эту панельку у нас ее нету. Так, включаем тумблер управления общие, и нажимаем кнопочку пуск. Так, и вот здесь вот у нас такой классный бортовой компуктер, вот, у нас показано на таймере время запуска дизеля, вот, и вот сейчас нам нужно вот это время подождать. Значит, 35 секунд ждем, давайте пока с внешней камеры посмотрим, как это будет выглядеть у нас. Вот у нас долго-долго прокачивается топливо, целых 50 секунд, наверное. Так, вот сейчас что-то будет. Да, запускается дизель, раскручивается. А где дымок? Или это, типа, суперэкологичный локомотив, который вообще дыма не пускает? Странно. Так, ребята, я проверю громкость, мне кажется, что-то слишком громко у меня играет. Ну, ладно. Так, включаем радиостанцию. Значит, включаем управление тепловозом. Так, теперь сзади вот эта вот панелька у нас включаем освещение кабины. Так, питание ПТ к нам. Нам надо как-то к нему подобраться, чтобы кресло не поворачивается. Вот. Питание ПТ включаем, включаем, я сказал. Так, значит, в первое положение, заряжаем тормозной магистраль. Так, значит, включаем электропневматический тормоз. Сейчас включаем АПК. А как нам к ней подобраться? Вот, включили АПК. Так. Значит. Что у нас тут? Все у нас тут показаны все светофоры. Так. Ну и давайте посмотрим, что тут да как работает. Теперь. Вот сейчас мы уже полный запуск как бы провели. Все. Теперь только остается движение начинать. И перед тем, как это сделать, я хочу вот посмотреть, что у нас тут еще есть. Так, стеклоочиститель. Ага, стеклоочиститель работает. Ребята, это уже здорово. Очень мало я таких встречаю локомотивов, у которых стеклоочиститель работает. Смотрите-ка, у него еще и два режима есть. Обалдеть, ребята. Быстрый, медленный. Круто. Круто. Так, заслоночка у нас есть на боковом окне. На лобовом тоже заслоночки у нас работают. Так, окно можно открыть. Здорово. Люблю, когда окна можно открыть. Странно, что кресло вертеть нельзя все-таки. Так, педалька. Нет, педалька не работает. Так, тут у нас что? Так, джалюзи масла, джалюзи воды. Включение ТСКБМ. Так, вот это у нас такой маленький реверсор. Так, вроде бы вперед я поставил. Это у нас не нажимается. Тут тоже ничего не нажимается. Так. Тут у нас что еще? Тормоз электрический. Освещение манометров. Работает. Освещение расписания. Тоже работает. Так, это у нас ничего нету. Так, прожектор. Освещение кабины. Освещение кабины, наверное... Давайте-ка сейчас ночь включим. Освещение кабины тоже работает. Замечательно. Так, ну давайте прожектор тускло включим. Ну вот, из кабины видно, что светится. Так. Теперь давайте ярко. О, ребят, смотрите, какой прожектор хороший. Ну да, и с внешки его видно, и с кабины очень заметно. Вот, смотрите. Прямо реально чувствуется, что прожектор у нас существует. Причем, свет прожектора довольно-таки очень реалистичный. Прямо очень-очень реалистичный. Так, что тут у нас еще есть? Так, это да. Это вот остановка двигателя. Так, буферные фонари. Да, эти правый и красный. Ну, я бы не назвал его красным, а скорее желтый. Но ладно, главное, что он есть. Так, а теперь правый и белый. Вот правый и белый. Отлично. Ну и, соответственно, левый тоже. Да. Левый и красный. О, можно и белый и красный включить. Отлично. Так, это все хорошо. Так, ну и радиостанция. Так, а что у нас тут на месте помощника есть? Так. Стеклоочиститель тоже. Яркость освещения пульта. Освещение пульта. Так, напряжение целое ПТ. Это у нас не работает. Ну и, соответственно, в заслоночке это все тоже у нас, наверное, работает. Так, что тут еще есть? Это у нас тоже не работает. Ну что, ребят, в принципе, здорово. Очень здорово. Ну и давайте попробуем начать движение. Реверсивку я уже перевел. Давайте отпускаем наш тормоз. Локомотивный. Так, а где у меня свистки? Отлично. Свисток тифон. Это что? Вызов помощника отпуска тормоза. Песок. Отлично. Ну давайте свисток. И вот такой вот смешной контроллер. Похож на контроллер в ЭД-4М, в моей любимой, которая у меня была. Так, ну и что, ребят, мы катимся, мы едем. И у меня только что-то подозрение, что сейчас АПК сорвет, потому что светофоры здесь все красные. Да ладно, не сорвало. Ой, зеленый даже мне показал. Ну ладно. Так, ну по звукам дизеля, в общем-то, слышно, что мы разгоняемся. Единственное, что радиосвесть у нас в этот же момент запищала. Так, и давайте-ка проэтажно. А то сейчас уедем фиг знает куда. Так, ну-ка, а как у нас крам машинисты? Я так понимаю, крам машинисты у нас тоже. Так, так. Ага, то есть крам машинисты у нас тоже настоящий, полноценный. То есть, как вот на самом деле положение, так и да. Здорово. Замечательно, ребят. Ну что, мне этот тепловозик очень и очень понравился. Надеюсь, вам тоже. Вот, ссылочка на него, как всегда, будет в описании под этим видео. Ну, что я могу сказать. Ну, тепловоз использовать можно, конечно, очень приятно будет ездить на нем самим. Потому что все прекрасно работает. Все замечательно анимировано. Вот, так что... Ну, вот, что касается графики, можно его даже для съемок фильма использовать. То есть, все прекрасно. Вот, 10 из 10. Реально, вот, одно из немногих дополнений, которым я ставлю, 10 баллов из 10. И, собственно, напоследок, я сейчас хочу проверить маршрут и попробовать разогнать его до максимальной скорости. Потому что, все-таки, это тепловозик у нас довольно-таки высокоскоростной. Вот я как раз совершенно случайно... Ребят, я серьезно случайно. У меня просто все стрелки по дефолту были прямо переведены. И я случайно вышел как раз на более пологую линию с плавными поворотами. То есть, вот, как раз вот по этой линии лучше всего разгоняться до максимальной скорости. Все, вот, у нее самые плавные повороты. И поэтому давайте, ребята, напоследок, под конец моего обзора... Ой, не то сделал. Под конец моего обзора разгоним этого красавца до максимальной его скорости. Итак, поехали. Нет, не поехали, у меня мышка влючит. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь еще эта панелька какая-то работает. Субтитры сделал DimaTorzok Я так понимаю, вообще надо на этот бортовой компуктер еще ориентироваться при движении. То есть, вот, надо смотреть, как вот это все повышается. И да, ребят, судя по вот этой дополнительной панельке, позиций тут немало, потому что я уже на пятой позиции, и это еще даже меньше половины. Так, и я начинаю превышать скорость. Надеюсь, у меня сейчас АПК не будет срывать. Я уже так знатно превышаю. Пока вроде нормально, пока вроде ничего не срывает, остановка не срабатывает. Давайте добавлять тяги. А, без разницы, все равно есть. Так. Нормально, ограничение у меня 140 вышло. Так, понятно. Все, у меня, ребят, сработало АПК. Сейчас у меня сорвет экстренное торможение. В общем, до максимальной скорости, ребят, не получилось его разогнать. Но, судя по тому, что я только половину позиции набрал, я думаю, свыше 200 он может разогнаться. Вот. Но, к сожалению, не удалось это проверить. Это надо тогда мне специально делать какой-то полигон, чтобы на нем именно ограничение установлено было высокое. Потому что сейчас у меня получилось, что сорвало АПК, сорвало экстренное торможение. Примерно, ну, сколько там было? На 110 км в час, наверное. Ну, ладно. Ну, и, собственно, что. На этом я заканчиваю свой обзор. Ссылочка на тепловоз, опять же, будет, как всегда, в описании под этим видео. Спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Предлагайте свои дополнения для обзоров. С вами был Колян Тепловозович. Всем удачи и всем пока.